Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, как обещал, делаем абсолютно честный обзор на Panzer 58, который я сегодня купил. Это будет первое впечатление о машине. Разберем ее на болты и гайки, выкатим ее из ангара и разберемся, чего стоит данная тачка в современном рандоме. Приобрел я себе ее за 5000 золота, почему считаю, что именно так, потому что в составе набора с Е75 ТС обе машины мне обошлись в 10 косарей золотом. И с учетом того, что они имеют легендарный внешний вид, по 15 сертификатов Х5, ну и плюс открытое все оборудование, до этой еще и восьмерки, я считаю, что деньги я явно дал не зря. Но насколько не зря, конкретно в разрезе Panzer 58, будем сейчас разбираться. На основе данную тачку я не катал, а на прессе выкатил буквально на несколько раз и какого-то конкретного впечатления машина на меня произвести не успела. Ну вот как-то в попыхах я ее заценивал, да и так просто ради интереса. А вот сейчас хотелось бы углубиться поглубже и разобраться, чего же все-таки он достоин. Panzer 58 обладает довольно-таки комфортным орудием во всех показателях. Время сведения, разброс, ДПМ-2520 с учетом установленного оборудования и амуниции, 240 единиц альфы, что далеко не худший показатель на уровне и углы склонения орудия вниз минус 10. Но стоит также отметить, что у него есть два существенных минуса. Первый существенный минус это полная картонность, которая будет требовать от вас крайне, крайне осторожной игры и ни в коем случае не попадать ни в какие замесы. Потому что как только вы в замесы попадаете, вас сразу начинают разбирать. Здесь нечем танковать абсолютно и рассчитывать можете только на какие-то рандомные рикошеты, которые будут больше подкруткой от игры, для того, чтобы вам не было прям совсем грустно, чем какой-нибудь закономерностью. Если сравнивать с другими машинами на уровне, то здесь машина действительно может похвастаться очень хорошим ДПМом, одним из лучших на своем уровне. Но при этом, ребят, 212 мм пробития по таблице смотрится как неплохой показатель. Но по факту, ребят, против восьмерок тяжей играть очень сложно, ну прям совсем-совсем. Для того, чтобы Тигра 2 пробить в нижний бронелист, мне приходилось включать голдовые снаряды. И это действительно дискомфортно. Что касается альфы, 240 единиц вполне нормальный показатель. Да, не супер крутой, но и далеко не самый низкий. Хотя, куда уж ниже, 220 разве что больше машин, которые могут похвастаться. А нет, все-таки есть, вот вам, пожалуйста, пропустил 190 единиц альфы, но тут время перезарядки просто бешеное менее 5 секунд. Но в целом, ребят, 240 плюс-минус достаточно, а вот пробития бы добавить не мешало. Что касается всех остальных показателей, машина вполне нормально сбалансирована. Скорость 50 км и всегда хочется, чтобы машина ездила быстрее, когда ты абсолютно картонен. Но, слава богу, что не самый худший показатель на уровне, чему, как говорится, и радуюсь. Что касается доходности, 175%, но, ребят, с учетом того, что очень часто приходится использовать как раз голдовые снаряды из-за низкого уровня пробития, то особым фармером машину я назвать не могу. Ну, разве что в тех боях, которых вы голду совсем не использовали за отсутствие такой необходимости и справились без ее использования. Что касается процента по победам, 53 неполных процента, далеко не худший, но и далеко не лучший показатель. Да и катало всего 216 человек, а значит машина пользуется не сильно хорошей популярностью. Почему? Ну, давайте будем разбираться более подробно непосредственно в самой катке, куда с вами и отправляемся. Пока мы заходим в бой, я хочу поблагодарить пока еще единственного, но первого спонсора моего канала. Володь, спасибо тебе огромное за то, что ты поддержал канал в его развитии финансово. И, ребят, если вы хотите получать клевые, классные, качественные и выгодные кэшбэки от автора, становитесь подписчиками канала, становитесь спонсорами канала уровня платина. И каждый месяц гарантированно получаете кэшбэки от меня, и поверьте, там будет чему порадоваться. Это будут премиумные машины, наборы, будут золото, будут плюшки. Короче говоря, если вы хотите качественные кэшбэки больше по объему, чем у кого-либо другого, обязательно становитесь спонсором именно этого канала и радуйтесь жизни вместе со мной. Ну что, поехали, попытаемся машину заценить. Машина по подвижности. Ну вот, едет, да и едет, да, то есть она не срывается с места, и, как я говорю, хотелось бы, чтобы двигалась тачка быстрее. Безусловно, не хватает ей подвижности именно из-за ее картонности, и очень сложно отыгрывать тогда, когда ты не умеешь убегать, точнее не так, убегать ты умеешь, но машина не позволяет тебе этого делать. Действительно не очень приятно. Что касается угла склонения орудия вниз, как вы видите, комфортно, классно. Даже вот так вот, находясь полностью практически за верхушкой горки, я смог выцелить типа 62-го и дать ему точный шот. При этом, ребят, стоит отметить, что точность шота зависит еще и от времени сведения и от точности самого орудия, которое здесь, как по заявленным характеристикам, так и по тому, как это можно реализовать в бою, действительно находится на высоком уровне. Я лично не могу сказать, что данное орудие меня смущает своими показателями, ну, кроме того, о чем я говорил. А я говорил о уровне пробития, которое установлено на данной тачке. Что касается того, насколько комфортно играть. Ребят, с непривычки играть очень дискомфортно. Особенно, если у вас есть такие машины, как Progetto, допустим, 46-я, или если вы обладаете Центурионом, то, безусловно, те тачки, ну, немножечко поинтересней будут. Данная же машина – это обычный цикличный товарищ. Если сравнивать с Центом, допустим, то не с самым лучшим временем перезарядки, но в целом играется очень даже себе комфортно. Сейчас попытаюсь добрать еще ЛТГ. Ну, на таком расстоянии, я думаю, что точность нас не испугает. Ну, а что касается того, чтобы добирать, то добирать получается, потому что 240 единиц альфы очень-таки себе даже выручают. Ну что, попытаемся поработать сейчас от точности. Вот время сведения, вот точности. Как вы видите, снаряд прилетает практически в точку вашего центра прицела. Очень удобно, и вот на таких горках отыгрывать не то чтобы от башни, но от неровности. Очень комфортно. Действительно, можешь не сильно показаться, особенно в прицеле у каких-нибудь товарищей, у которых разброс орудия большой, которые пытаются выцелить ту небольшую часть твоей башни, которая возвышается над какой-нибудь неровностью. Ну, а ты в это время, пользуясь добротным временем по сведению и точности орудия, можешь им забросить урона. Отправляем в ангар третьего товарища. Ну и думаю, что на этом, ребят, моя песенка спета, потому что Т-77 явно, явно мне неровня. Явно сейчас будет мне делать больно и неприятно. Попытаюсь хоть как-то, никогда не сдаюсь, чего и вам желаю, но для себя понимаю, что в данной катке явно не все в мою пользу. Но картон есть картон, подвижности недостаточно, а в остальном машинам вполне себе даже ничего. Что касается результативности. Результативность по данному бою, я думаю, что будет одна из лучших, потому что я накидывал максимально часто, насколько мог, и мне почему-то кажется, что проиграли мы из-за того, что сами союзники не сильно хорошо держали удар. 2680 единиц урона, 3 сделанных фрага. Что касается фарма, то с учетом прем-аккаунта 49 тысяч, и я не использовал, если я правильно помню, ни одного голдового снаряда. Короче говоря, вот та игра, о которой я говорил, когда голду вы не используете и можете рассчитывать на максимальный фарм. В таком случае за такой проигрыш 49 тысяч, по-моему, довольно неплохая прибавка в копилку. Ну а что касается результативности по команде, то, как я и говорил, занимаем первое место. Хочу похвалить, хотел сказать, хочу им позвонить. Номеров не знаю. Похвалим обязательно наших соперников, похвалим одного из наших. Меня даже дизнули, интересно, за что и кто. Давайте ради интереса посмотрим, потратим на это немножко времени. Ну да, действительно, чувак, ты отыграл лучше. Получается, я тебе не буду ничего ставить, потому что ты, в принципе, не совсем справедлив. Ладненько. Берем машину, запрыгиваем еще в одну катку и попытаемся сыграть хотя бы не хуже, чем в этом бою. Ни в коем случае на панзере 58 нельзя первым лезть в драку. Ну, просто потому что удары снарядов вы не выдержите, танковать нечем и убежать у вас тоже, я бы сказал, не сильно получится. Ноги связаны абсолютно. Вроде бы и скорость максималка 50, но набирает он ее не сильно бодро и передвигается не прям супер быстро. Ладненько. Поговорить о машине поговорили. Теперь давайте попытаемся максимально ее реализовать. Для этого попытаюсь максимально сконцентрироваться на бою и попытаюсь быть максимально полезным. Окей, брат, обязательно помогу тебе. Не могу сказать, что панзер 58 производит на меня впечатление, ну вот прям мастхэва в ангаре. Да, безусловно, есть ряд машин, которые играются лучше. Но давайте будем говорить откровенно. Какой ценник у тех машин, которые играются лучше? По какой цене вы видели про Jetu 46, Centurion, Himerum? Ну согласитесь, явно не за 5000 в их легендарном внешнем виде с открытым всем оборудованием и сертификатами X5 на то, чтобы можно было благодаря этим сертификатам прокачать себе элитный опыт экипажа. Вот он. Вот он рандомный рикошет, которого я ждал. Я верил, что рано или поздно это произойдет. Для 5000, если вас интересует Е75, ну машина стоит своих денег. Все-таки пятерку, да, он достоин этого ценника. Пускай, ребят, это не левчик, которого выставляли за 5,5 в шикарном наборе. Но все же, ребят, это и далеко не самый худший вариант. Особенно если голды у вас не так уж и много. А при этом вам нужен хоть какой-нибудь прем-танк для того, чтобы хоть как-то можно было фармить серебро. Так, поехали. Попытаемся подъехать немножко ближе. Захватим точку, параллельно попытаемся здесь поиграть от неровностей. Как я говорил, снаряд на дальние расстояния летит очень бодро. Он долетает абсолютно спокойно до соперника. Вне зависимости от того, где он находится. И даже если он находится в каком-то прямом движении, пытаясь куда-то перекатиться, то снаряд все равно его настигнет. То есть уйти от снаряда он не сможет. И я бы сказал, упреждение какое-то прям существенное снаряду давать нет необходимости. Да, не сильно выгодная позиция. Наших уже нескольких слили. Уезжать отсюда желания нет абсолютно никакого. Потому что я понимаю, что как только я буду перемещаться ближе к соперникам, я теряю то преимущество, которое у меня есть, а именно точность орудия и скорострельность этого орудия. Вблизи меня им сейчас очень быстро разгрызут на запчасти. И в целом ничего годного сделать вообще не получится. Да и в целом, пока у меня складывается впечатление, что данная тачка это не тот танк, от которого зависит исход боя в разрезе не результативности по настрелу, а в разрезе того, чтобы самостоятельно можно было что-то зарешать. Откатываешься назад не очень бодро, и в этом, наверное, еще один минус данной тачки. Но вот что делать? Ехать ему помогать? Да навряд ли, по-моему, нет никакого смысла. Разве что выжидать кого-то и пытаться кинуть еще несколько шотов для того, чтобы повысить количество нанесенного урона за бой. Но не более того. Затащить, опять-таки, не получится. Скорее всего, будет второй проигрыш на моем счету. Но я не собираюсь ничего вырезать из своих обзоров. Я хочу, чтобы вы видели машины такими, какие они есть на самом деле, и взвешенно принимали решение по поводу того, а стоит ли тот или иной танк приобретать себе. Как я уже сказал, исходя из ценника на набор, я абсолютно не жалею о том, что приобрел себе две машины одновременно. Я умудрился даже выжить. Вот так вот получилось, но только потому, что постоянно хоронился. Что касается моей результативности. Не думаю, что я сейчас буду самым результативным игроком в команде. Но в любом случае, мне почему-то кажется, что машина, которая не может зарешать самостоятельно, должна максимальную поддержку оказывать. На том фланге, на котором я находился, я сделал все, что мог. Ближе приближаться к своим соперникам мне было стремно. Говорю об этом абсолютно честно, потому что машина, ну прям совсем не терпит прицелов врага. Что касается результативности по команде, то все вы видите на своих экранах. И я думаю, что средним показателем на данной тачке будет в районе где-то 1800, ну максимум 2000 урона. А вот если будут хорошие годные бои, то сможете набрасывать урона более 2500. Главное, чтобы ваши союзники грамотно вас в этом поддерживали. Ну а вы тоже в боях не тупили. Вот такой вот он, Panzer 58. Если вы за честность обзора, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Только убедитесь, что вот так вот выбраны все уведомления с канала. И да, ребят, данное видео одно из тех, под которыми, оставляя комментарии с указанием своего никнейма и игрового ID, вы становитесь автоматически участником розыгрыша особого пропуска на август 2023 года. А розыгрыш, ребят, состоится сегодня в прямой трансляции, которая будет вечерком. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, приходите на стрим, и там будем все разыгрывать. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok